всем привет в этом видео я хотел бы разобраться с такой расхожей идеей как идеальный нож многие ищут для себя идеальный нож это видео будет полезно тем кто хочет купить себе первый нож кто не знает на какой модель остановиться или какую модель выбрать или какого допустим бренда купить первый нож но это видео точно не подойдет для людей у которых денег как у драка фантиков потому что у таких людей будет очень много ножей перед покупкой любого ножа первое что нужно сделать это определиться с суммой с какой суммой вы готовы расстаться как какую сумму вам будет не жалко для своего первого ножа который вы в любом случае убьете в любом случае вы захотите купить второй нож 3 и вот где-то уже на десятом складном ноже либо фиксе вы уже начнете задумываться а стоит ли покупать одиннадцатый двенадцатый тринадцатый и самое интересное то что все равно вы его купите я нашел свой идеальный нож как я думаю вот моя хотелка уже остановилась в первую очередь на что стоит обратить внимание это для каких целей вам нужен нож если вам нужен нож для городских каких-то целей там ниточку обрезать коробочку вскрыть но не черепную а упаковочную скажем так скотч к где-то отрезать где-то что-то подковырнуть то для таких целей подойдет любой китаец викторинокс и все остальное и жизнь с ним вот когда вы купите просто склад свой первый складень вы начнете задумываться о том почему в нем нет штопора почему в нем нет отвертки неужели производитель не мог положить в него пару бит и сделать шестигранник подбиты почему у него вместо подшипников шайбы или там другие какие-то вопросы чем больше вы будете с этим заморачиваться почему он стал плохо там флиповать тем больше вы будете в нем разочаровываться тем больше вам захочется купить какой-то нож подороже получше то что вам советуют прийти в любой магазин где вы можете взять нож покрутить в руках подержать походить с этим там три дня доход ты месяц будешь ходить с этой мыслью ты все равно вернешься и купишь нож сколько бы ты не ходил к своему идеальному ножу вас может привести только свой опыт который у вас появится после покупки очередного ножа вот покупки там я не знаю подарка как вы это какими правдами неправдами он к вам попадет хорошо когда у вас не хватает денег на какой-нибудь там супер крутой навороченный допустим тот же самый спайдерку там или еще что-то который стоит там за 13 штук вот и вы вроде бы там как бы хотели бы его купить но все-таки жалко денег так вот это хорошо если у вас есть такая мечта вы его все равно потом не купите вы дойдете к тому что вам этот лом не нужен там как я когда-то хотел бенч мэйд адамас вот все это приходит с опытом с опытом вам придет осознание того что нож вам нужен для того чтобы отрезать колбасы порезать помидорку где-то что-то там под строгать отрезать вы сами для себя начнете осознавать что маленький какой-нибудь там бокер плюс вас не устраивает вам надо лезвия побольше для того чтобы отрезать колбаски рано или поздно вы все равно придете к тому что купите себе какой-нибудь нормальный оригинальный швейцарец какие бы у вас там спайдерки не были бы на кармане крысы и все другие модели в любом случае вам рано или поздно захочется купить какой-нибудь швейцарский нож либо же захочется купить какой-нибудь мультитул как захотелось однажды купить мне и это был мультитул вот суббренда xiaomi из всех его прелестей рабочими вещами там было всего лишь хорошими рабочими инструментами там можно было назвать только лишь ножницы и только лишь сами плоскогубцы все остальное это был шлак и до этого мне пришлось чтобы это осознать понять принять это пройти ну скажем так протаскать его на кармане где-то месяца три или четыре вот чтобы ужаснуться просто что это такое что это сумочник рюкзачник который будет лежать где-то далеко и которым не всегда вспомнишь почему швейцарец потому что у любого нажимана в коллекции есть либо викторинокс либо венгер к сожалению венгер сейчас не выпускают но глубокому разочарованию но венгер но мне нравится больше порезу чем викторинокс для кухни для готовки для ежедневных задач в нем даже в минимальной комплектации есть все что нужно сейчас на данном этапе я думаю что самый оптимальный мой ножичек вот этот венгер это мой последний нож но зарекаться об этом это врать самому себе хотя в нем очень много положительных моментов кроме одного клипсы но это вся история при помощи вот такой вот маленькой клипсы легко устраняется с ним удобно с ним полезно с ним не страшно скажем так если вас остановит полиция ну но отберут они у вас нож на время вот опять же тут должны быть веские основания и лучше всегда с при себе иметь сертификат на этот нож либо на тот который вы будете носить в общем суть этого видео в том что как бы вы не старались какой бы ножик вы не выбрали вы всегда обратите свой взгляд на викториноксы на венгеры задумайтесь об этом сейчас возьмите свои мысли в правильное русло купите себе венгер либо викторинокс который сейчас не так дорого стоит как те же самые спайдер какие там как те же самые бенчмейды как кол стилы те же самые то есть вы сэкономите себе нервы вы сэкономите себе денежку и у вас сложится первое впечатление на свой первый нож у вас сложится первые трудности в том сколько должен весить нож какой нож по форме должен быть у вас должен ли он иметь клипсу должен ли он иметь там допустим какой-то определенный замок лайнер лог там либо какой-то другой вот у вас сложится впечатление о том какой твердости должна быть сталь на клеенке у вас сформируется мнение о том как его точить швейцарцы они режут за счет своей геометрии крыса режет за счет своей геометрии но крыса не может отрезать помидорку хлеб не может отрезать колбасу так как режет любой швейцарец даже самый маленький за любой швейцарец даже за самый маленький вам не будет так стыдно когда вас остановят его найдут скажем так у вас в кармане как за крысу да вы там не сможете пофлиповать поиграть но нож в первую очередь это не игрушка это инструмент которым нужно уметь пользоваться уметь обращаться это точно так же как зажигалку допустим которую вы берете постоянно чиркаете ей в конечном итоге либо камень вылетает либо газ заканчивается вот у всего есть свой ресурс поэтому задумайтесь если кому-то было полезно данное видео ставьте лайк подписывайтесь на канал добавляйтесь друзья всем пока